Плутаю уже по полям, наверное, порядка часа где-то, наверное. Ох, ты посмотри, кабанчик что ли? Или что это? Финальчик еще вот такой, ребят. Ох, какой рисунок-то потрясающий! Охренеть, ты посмотри, а! Ух ты! Вот так вот, ребят, мне приходится вот этот лох преодолевать. А-а-а! Ну! Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. В общем, я собрался на деревню Кузнецов и вновь я, в общем, заблудился. Ну, примерно, короче, плутаю уже по полям, наверное, порядка часа где-то, наверное. Ух ты! Ты посмотри, кабанчик что ли? Или что это? А, нет, кабель, скорее всего, бродячий, с ошейником. В общем, по идее, вот это вот, наверное, вот эти пусты начинаются. Блин, дорога, конечно, лабиринтами полна, не знаю как. В общем, примерно я, наверное, нашел. Останавливался в деревне, тоже деревню, даже неизвестно мне было название. У бабушки спросил, она меня провела вроде бы. Ну, вот здесь по полям брожу. Так что, друзья, в общем, должен я ее найти. В конце-то концов мы с Юрцом как-то в прошлый раз нашли. И все, включение там. А пока двигаюсь вроде как в нужном направлении. Ну что, друзья, доехал, в общем, я до места, где кончаются дороги. Либо вот сюда, вот по какой-то, по накатанной чуть-чуть, еле-еле, когда трактора, может быть, в свое время сажали, либо еще что. В общем, прибыл я оттуда, оттуда снимал. А сейчас, честно говоря, друзья, даже не знаю в какую сторону. Видите, вокруг за десятки, наверное, километров нет ни одной деревни, ничего. И вот где-то она здесь стояла. А где? Может быть, вон там те кусты. Хрен его знает. Идет лох. Там, может быть, он проходит. Но место-то такое, конечно... Блин, как же мы в прошлый раз с Юрцом ее нашли? Я напомню, сегодня один. И не дай бог здесь сломаться. Я даже не знаю, в какую сторону идти. Уж настолько все лабиринтами всеми этими... Ладно, друзья, будем пытаться. Пытаться найти ее. Вроде где-то рядом. В общем, ребят, нашел. Вот она, деревня, короче, вот эта начинается. Вон с той стороны мы с Юрцом заезжали. А я приехал, короче, аж вон от тех посадок. Мне пришлось вот это вот поле обходить. Вон там останавливаться на перепутье. И вот уже вот по этому логу... Сейчас я, ребят, покажу. Ну да, здесь тоже вышено. Вот здесь вот пруд был кузнечный вот этот. И, в общем, друзья, вон оттуда вот мне пришлось вот здесь вот по этой бровочке, не по полю, а вот здесь вот, короче, объезжать вдоль этого лога. И вот она мне, бабушка, сказала, говорит, ты, говорит, увидишь, там кусты доярок возили. Блин, ну, ну, представляете, огромные масштабы. Здесь перекати поле, короче. И вот, вот здесь вот начинается деревня. Туда она проходит. Вот я сейчас, ребят, наверное, тут забазируюсь, сюда пониже стану. Хотя вряд ли тут кто-то что-то куда-то залезет. Вот пруд пересох. И вон уже там пойду, друзья, наверное, или переехать, что ли. Блин, да нет, там могу застрять. Так. Не, машину здесь, наверное, придется все-таки оставлять. И буду двигать, в общем, ребят, вот так вот напрямки на деревню. Вот так вот, ребят, мне приходится вот этот лох преодолевать. Здесь еще, может быть, выше родники идут. На Ниве я точно не проеду. Ну, вот, ребят, перешел. И сейчас уже поднимаюсь на деревню. Смотрим, смотрим. Самое интересное впереди. Вон там, друзья, ништяки-то лежат. Так, ну что, друзья, в общем, на месте я преодолел два оврага. Вот она, первая дымовая яма. А вот, наверное, фундучок, друзья, вот здесь стоял. Вон Нива стоит вдалеке. Два оврага мне пришлось переходить. Сейчас мы посмотрим. Вон кирпичи я вижу уже. Соответственно, вот так вот вдоль потянулась деревня. Сейчас я вот с этих полянок начну, друзья, местечко это выбивать. Смотрим. Друзья, первый сигнальчик вместе копаем. 16-18. 10 сантиметров вроде показывает. Сейчас попробуем. Что-то тут. Что у нас будет первым сигналом здесь интересно. Ага, вот она. Проволока алюминиевая. Начало положено. Не берем. Тут да, он ее под черемуху, чтобы она не попадалась. Выкопал еще один. 28 на совет похож. А, гильзач. Блин, и здесь гильзачи, а. Они, походу, везде здесь. Куда не поесть, везде гильзачи. Ребят, продолжается разведочка наша. Вот, обнаружил дорогу. Вот вдоль деревни шла улица вот так. Вот, уходил вот туда. И вон туда вот тоже. Сейчас вниз сюда достану, чтобы ветер. А вот здесь, по всей видимости, вот так вот фундаменты. Вот здесь вот фундамент яма там вижу. И так вот тоже дальше туда деревня пошла. Пока ничего не нашел, кроме проволоки. Ну и там несколько шмурдяка такого, сигналов таких. Ну, короче, показывать пока нечего. Но, ребят, смотрим. Потому что еще вот здесь вот на поле распашка. Я посмотрел, не засеяно. Вроде бы. А если засеяно, то вдоль бровочки вот здесь вот походим. Ну, место тут валом, в общем. Место валом ищи. Ходи, не переходи. Главное, чтобы что-то попадалось. Сигнальчик еще выкопал, ребят. Может, опять гильзач? А может, и нет. Вот это, что ли? Ух ты! Ни хрена себе! Офигеть! Вот это классная украшеница! Смотрите, какой медненькая, а! Обломыш, скорее всего. От чего-то. Ну, что-то это было. Ох, какой рисунок-то потрясающий! Охренеть! Ты посмотри, а! В саду вот здесь вот. Вот, вот, вот яблони везде цветут. Вот яблони за моей спиной черемах. Я вот здесь вот по саду хожу. Смотрите, друзья, какая красивая штучка-то, а! Класс! 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 Настроение уже поднимается! Еще, ребят, сигнал. 44 выкопал, блин. А неужели? Неужели, блин? Ух ты! Есть! Ни хрена себе, Николай! Ух ты! Двуха, ребята! Вот это да! Да, империя здесь, друзья! И несмотря на то, что... Да, Николай второй, две копеечки, ребят. Год пока не вижу. Но сейчас мы его, короче, посмотрим. Фарт. Медная штучка какая с рисунком. Николай упал. 1900, наверное, да, какой-то? 11-й, что ли? Прямо вот под этой яблоней, друзья. Я тот сад, рюкзак, короче, забыл, за рюкзаком возвращался. И вот, думаю, сейчас от этого сада пойду. Вот тебе, пожалуйста. Ну, сохран, конечно, никакой, но зато эпоха. Значит, здесь царская деревня. Так. Да, две копеечки Николая Второго. Прекрасная монетка, друзья! Пам-парам-пам! Садов-то еще! Валом! Ищем дальше. Сейчас буду тут бить все. Еще, ребят, сигнальчик. Четкий 24, короткий. Может, советик, может, пробочка, может, гильзач. Ну, думаю, копнем, давайте. После Николашечки-то прям все охота копать. Ух ты, блин! Дернул жестоко очень. Где-то тут, где-то тут. Где догонят, там и прут. Что-то маленькое и круглое, наверное. О! Пропчанское, блин! Жаль. Я обнаружил дорогу. Вот. Ну, как дорога? Следы от машины. Кто-то в этом году ехал. Видно, уже притоптано. Вот. Это даже и хорошо. Может, куда-то туда прорывался. Может, копатели. Может, еще кто-то. Но в любом случае, это мне пойдет в пользу. Потому что вот тут Николай, здесь пробка. И вот это у меня сейчас будет граница. Я вот эту часть поляны сейчас выбью. Ну, и потом посмотрю по сигналам. Если здесь будет попадаться, актуально будет на эту. Перейти до распашки. А если нет, то тогда пойду уже туда, в сад, где вот. Вон там дальше сад, фундамент. Где я нашел медную какую-то штучку интересную с рисунком. Еще один сигнальчик, ребят, показываю. Выкопанная земля, конечно-то вердовато. Долго время занимает накоп. Что у нас здесь-то? Это что ли? Нет. Что здесь есть? Что-то мелкое. О, что это такое? Какой-то тоже кусок алюминия. Вот такая находка. Мамочка моя, это пипец. Ребят, посмотрите, что нашел, а? Обалдеть! Господи Иисусе Христе, ты посмотри, а? Блин, чуть-чуть я ее коцнул, маленечко вообще, но она целая, ребята. Это пипец просто, господа мои хорошие. Ой, ты друг, ты мой ситный, а? Ой, господи, ты боже мой, а? Ёперный театр. Какой же ты красивый, а? Я обалдел просто, а сигналил. Ребята, ты пипец, просто пипец. Я такого не находил еще ни разу. Блин, ручонки затряслись, господи. Какая ты, какая ты красивая-то! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Целая, целая, чуть-чуть я ее задел, чуть-чуть медная. Ну вот ушко здесь, здесь, наверное, ушко было. Нательные иконы, ребята, походу. Ой, какой же ты красивый ты, боже ты мой! Подхожу к дому. С этой ямки. Охереть! Да простят меня зрители за такие слова. С тыл что-то там такое, боже мой, а! Фух! Еще, ребят, сигнальчик копнул где-то здесь. Фух! Ну! А, вот, наверное, блин. Да, кольцо алюминиевое. Или медное, смотри. Какая находочка. Еще, ребят, сигнальчик. 42 четкий, в пине... В пине также 42. Хочу, ребят, вам его сейчас показать. Ох, что-то там провалилось. Потайная пещера какая-то, наверное. Наверное, выкопал. Сходу причем. Вот здесь. А что у нас здесь-то? Я сегодня перчатки, друзья, забыл. Поэтому приходится голыми руками. Но такие иконки, какие попадаются, я бы их вообще бы согласился без перчаток всю жизнь работать. Главное, чтобы только попадались они. Этот, нет. Вот здесь что-то. Что-то начало отсекать на чернушку. Вот он, блин. Гайка, что ли. Гайка, ё-моё. Ну-ка. Что, ребят? 24 что-то выкопал. Вот это, что ли. О, пробка, ребятки. Пробка. Вот, ребят, находочка какая. Непонятно. Ключ. А в ключе гвоздь. Видите как? Вот так вот. Кто-то не хотел домой пускать кого-то. Гвоздь вбил в ключ и выкинул. Вот такая вот. 20. У меня здесь еще, ребят, забирало. Проволок, наверное. Ну да. Ну что, ребят, после неблагочисленной паузы коп у нас продолжается. Села у меня батарейка на пинпойнтере. Пришлось в Ниву идти. Ну а чтобы назад не тащиться, короче, танка я перегнал сюда. Вот эту поляну я выбиваю. Вот здесь вот я где-то закончил. Вот ямка моя закапанная. Вот. И здесь получается, короче, сиреневый сад. Здесь тоже сиреневый сад. Вот прям на фундаменте я стою. Там фундамент. И вот тут фундамент. Ну а остальное, короче, друзья, находки вы видели сами. Это все была та часть. Вот эта вот часть поляны. Вот сейчас буду продолжать вот эту поляну добивать, которые фундаменты лицевой стороной стояли сюда. Вот на Ниву где-то, как смотреть на поле. Сзади были огороды туда, к пруду. Ну и вот эти вот полянки, скажем так, придворовые, продолжаю выбивать. Так что, ребята, поехали дальше. Прекрасный, ребята, сигнал. Сигнал-то интереснейший. Ну-ка мы его сейчас вместе попробуем шернуть. Все говорит о том, что это очень похоже на царский медичок. Да, старое урочище, конечно. Вот, находки старые. Ни одного совета еще не нашел, как ни странно. Где-то тут между... Большой кусок вырвал. Сейчас найдем. 38, 38. Это очень хорошо. Почему 38, если был 46? Оплавыш, короче, какой-то непонятный. Еще один выкопал, друзья. Какой-то сигнальчик. Ух ты, а, нет. Опять мусор очередной. Блин, сигналил хорошо. 46. 26, ребят, сигнальчик. Вместе найдем. Ага, гильза. Еще 1,28, ребят. Может, опять гильзач, блин. Хочется монетку уже. Она что-то не идет. Ну да, вот он опять. Позлый гильзач. Ребят, на фундамент зашел. И вот она монета. Похоже, да. Похоже, монетоз. Ай, сохран-то не... А, 2 копейки ранние. Ранний дворичок выскочил. Вот так. Но год, конечно, не виден. Убитая капитально. Ну что, 27-й год, давай. Все, и мы поедем. Ну, предпочитаем 30-е какие-нибудь. Ладно. Ребят, красотища какая, да? Смотрите, как классно смотрится яблоня. Зеленая травка такая реденькая. Газончик прям зеленый. Вот. Сиреневый сад. Дальше опять яблоня. И туда дальше вновь сады идут. Место любо-дорого смотреть. Сейчас попробуем походить там. Смотрите, ребят, первый раз в жизни замечаю такую картину. Вот, муравейник, да? Лесные муравьи большие, крупные. А вот, видите, полоса идет. Вот она. Это муравьиная дорога, ребят. Вот они. Что-то таскают оттуда из крапивы. Вот так вот они идут. Работают все. И маленькие, и большие. Прямо сверху, ребят, не копая. Еще один советик. Рамочник упал. 43-й год, 20 копеек. Вот такой. Вот у нас монитос. Вот он он. Черненький, но ничего. Прямо сверху. А у меня монеточка, ребят, еще одна. О, сороковой трешка. Три копейки год 1940-й. Ранний советос. Вот отсюда, с этой ямки, тоже почти что сверху. Здесь, короче, друзья, пруд был в свое время. Вот этот кузнечный пруд. Там внизу еще вода осталась. Топь немножко. Вот, походу, весь тростник тоже выжгли здесь. А с той стороны, ну, с той стороны тоже берег. И вон он туда рукав уходил. Вот. И я здесь вот хожу. Вот, совет упал. Может быть, купался, кто потерял. Вот, я полагаю, что вода-то, наверное, была, ну, примерно, ну, где-то вот до суда, может быть, и больше. Вот. Здесь и город, фундамент, куда дальше. Ну, вот эту вот полянку, в общем, я обследую. Ништяк, что? Монетосы, когда идут, это хорошо. А у меня, ребят, находочка очередная. Вот, не пойму. Что-то написано даже. Кнопка, что ли, какая. Ух ты! Да ну! Царское что-то. Что-то, ребята, царское. Здесь, в пруду прям. Вот здесь я хожу по пруду. Что же написано-то? Блин, ценная находка по-любому. Верж 1869 Не понял, а что это такое есть? Верж 1869 год Охренеть! Ну да и... А здесь, здесь царский герб. Вот такой вот. Сейчас, ребята, очищу, покажу. Ребята, в общем, написано Вержа 1869 Здесь царский герб Орлянка. Вот, полагаю, может быть, что это пломба какая-то. Даже вот здесь кресты идут какие-то старинные по гурту. Ну, если это можно назвать гуртом, конечно. Вот, и еще надпись. Надпись есть. Штемпсель есть. Блин, ну это надо мыть дома. Что-то крутяк вообще находочка. Вот такая вот, ребята. Ищем дальше. Здесь я хожу, думаю, что... Ну, пруд-то вековой тоже сорвало его, наверное, когда... Даже не знаю, ребят, когда сорвало. О, слухи. Есть, что пруд был. А вот, говорят, ушел. Ну, вот он видно, мы видим, что ушел. Ну, и может быть, здесь что-то в пруд кидали. И вот, аж с 1869 года что-то кидали в пруд. И вот здесь вот я хожу, склоны вот эти пруда бью. Захожу тоже вот на топь, рядом с топью хожу. Вот такие вот находки интересные попадаются. А у меня, ребят, еще советик один очередной. О, поздний, ни хрена себе. 1950 какой-то. Вот это да. 1961, 10 копеек, ребят. Поздний СССР. Да, до 60-го года. Даже там, может, до 70-го года пруд этот был. А это, может, кто-то воду кидал или потерял, когда купался. Позднятинки давно я не находил. Че-то, ребят, попался еще. А, ну, это про Пчанское. Еще сигналчик. 28. Сейчас посмотрим. Сверх уже был. Заделся-то. О! О, конинка, ребят. Охренеть, прикольненько. Первая конинка на сегодня. Симпатичная. 28 четкий. Ладно, ищем дальше. А у меня, ребят, цари упали. Нежданно, негаданно. Сейчас покажу. Александр первый, 100%. От души! Вечер уже! А у нас цари падать начинают. 1814 год, друзья. Вот он. 1814 видно отчетливо. Сохран видно. Две копеечки. Ну. Ну, будь ты полный. Будь же ты полный, ребят. Какая штука-то. Горшок. Чугунок. Ну, сейчас, ребят, будем вместе смотреть, что там есть внутри. Коля вырвал его. Да, я думаю, что пустой. Ой, лопнул. Старый. Вот так вот. Положите хотя бы одну монетку туда. Пустой, скорее всего. Второй чугунок в моей карьере, ребят. Первый раз с ростовской спецбригадой и сейчас. Сигналил, как божий огонь. Пустой. Ладно, сейчас я его выдерну, покажу. А у меня, ребята, Анны Иановны, похоже. Ага. Деньга, 1749 год. Вот тебе и Афанасий Николаевич. Вот она. Тут убита, конечно, вся. Вот здесь, в низине, ребят, там сады яблоневые. Вот. А я сюда спустился, увидел малинник, разросшийся малинник. И что я еще хотел, кстати, показать. В общем, это 1749 год, друзья, деньга. Значит, ниже здесь, получается, еще древнятина. 1700-е. Это Анна Иановна, Елизавета, Екатерина. Вот те времена. Анна Иановна, скорее всего. Вот, ребят, чего увидел. Здесь то ли пруд, то ли ручей какой-то. Вот он. Сейчас нахрен выскочит оттуда кто-нибудь, меня сожрет. Еще. И вот он идет вот так вот вдоль туда. Это вот, наверное, родники снизу отсюда идут. А это малина. Малиник очень, очень сильный малинник. Сюда еще не доходил. Сейчас, ребят, с вами и дойдем. Вот здесь вот малинник у нас брошенный, что ли, получается. Как же тут понять-то? Или, может быть, здесь еще дом стоял? И все старее, чем, старее, чем был. Непонятно. А, вот оно что. Вот оно, полянка, которую я с того сада видел. Вот это да. Блин, металлоискатель забыл. Вот ее сейчас я еще лупану. Блин, тут стрёмно. Место дикое. За десятки километров тут нет никого. Какой-нибудь зверь выскочит, не дай бог. И все. И завяли помидоры. А у меня пока монета. И я этому неслыханно рад, ребята. У-у-у-у! От души. Давно их не выпадало. Часа полтора уже пустой. Хожу без монет. Вам-то там по телеку, кажется, минут десять. Да какой десять? Минут пять-три. А я, ребятки, уже долго тут ноги обиваю. Ладно. Смотрим. Ну что, друзья. В общем, короче, сады я пробежался. У пруда тоже. Ну так, разведывательный наступательный коп, скажем, был. Находки порадовали. И сейчас, вот, Нива, в завершении, вот эту вот поляну сейчас тщательным образом выбью. Вот здесь вот с утра у меня попалась иконка нательная. Николай там упал. А вот эта вот дорога, вот, которая на машине кто-то проезжал. Может, копари, может, еще кто, не знаю. Я ее делал внутри как... Ну, в начале видео делал как граница. У нас что-то вечереет, солнце садится. Вот. Ну, вот эту вот полянку, я думаю, вон до того куста. Вот она здесь где-то 70 на 30. Вот это вот прямоугольные формы до этого дерева. Я ее попробую сейчас выбить, ребят. Ну и буду собираться. Целый день я здесь. Монеты есть, находки интересные есть. В конце, ребят, покажу вам все. Вот. Ну, и если здесь что-то попадется, тоже покажу. Есть еще, ребятушки, одна. О-о-о! 1800... 1984-й. Поздний совет. Охренеть. А я-то обрадовался. Это, наверное, трояк. Три копейки. 1984-й. Вот и пришла твоя участь. Нашли тебя. Да, три копеечки. Поздние советы. Полянку я почти что выбил уже. Вон, от Нивы я начинал запись. Вот. Осталось мне до куста здесь совсем немножко пройти. Вот. Тут яма, тут яма. Вот. Это будет и граница. А в следующий раз, друзья, попробую туда дальше взять. Там тоже что-то интересное должно попадаться. Ну что, ребят, на сегодня все. Вечер. Полянку я добил. С этой большой полянки выскочил только трояк поздних советов. Поэтому, ребят, собираюсь домой. Показываю вам на сегодня находки, найденные мною. Ну, шмур здесь я так выложил. В общем, две копеечки упала Николай. Деньга упала 49-го. Дисюк поздний. Вот это, наверное, ранняя двушка. Но, может быть, это прям с фундамента. Трешка 40-го. Трешка 1984-го года. Рамочник 43-го года упал. Две копейки Александра порадовали. Вот, тер-тер, аж до блеска их дотер. Прекрасная тоже монетка. Часто, кстати, попадаться они начали мне. В прошлом году вообще не попадались. Так, и вот самый... Ну, конинка. Ладно, тоже мы перенесем вот сюда. Самые ништяки пошли. Вот это вот, скорее всего, может быть, перстенек был. Не знаю, рисунок есть. Вот, ну, разогнутый. Вот такой вот непонятный. Но прикольная находка. Вот, вот такая вот нательная. Походу, иконочка. Очень красивая. Вот, с образом. Даже видно книжечка там. Здесь тоже сверху рисунок. Вот. И вот это вот, я не знаю. Я почему-то белая она. 1866... 1869 год. Написано Верж. По гурту здесь Орляночка идет. Не знаю, ребят, что это такое. Подсказывать. Я, конечно, забью в гугле там. То, что Верж 1869. Но если вдруг чего-то не найду, ребят, буду благодарен, если подскажете. Вот. И по гурту здесь тоже идет вот надпись. И кресты идут. Причем кресты римские какие-то. Вот. Такие вот у нас сегодня находки. Ну, вот это, конечно, пуля. Очень. Степи. Степантий, что ли, такое написано. Но это я еще буду дома. Степантий. Степантий, да, по-моему, написано. Вот такие вот находки. Очень порадовала, ребят, деревню Кузнецов. Еще вернусь сюда. Местный едобиток много. Там еще не ходил. Вдоль пруда надо еще тщательно по берегу пройтись. Потому что вот это вот тоже 1869 год. Вот этот Верж я нашел именно там. Но я там участок маленький выбил. И пошел дальше сюда опять на поляны. Блин, ветрищи не вовремя. Ладно, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. В группу ВКонтакте подписывайтесь. И всем спасибо, ребят. Всем пока. До скорых встреч. И до следующих серий.